Статьи расходов на выделение средств, на предоставление жилья детям, оставшимся без родителей, увеличиваются ежегодно. Но денег всё равно не хватает. Цены на квартиры растут быстрее, чем суммы индексации. Объём финансирования на обеспечение сирот жильём в 2021 году составил 672 миллиона рублей. 530 миллионов из областного бюджета и 142 миллиона из федерального. 329 человек получили жильё. В 2022 году планируется выделить более 800 миллионов рублей. При поступлении исполненных документов в службу судебных приставов, судебным приставам незамедлительно принимаются меры к возбуждению исполненного производства, а также к применению мер принудительного характера в отношении должников, что в свою очередь способствует более скорейшему исполнению требований, исполнению документов, а именно фактическому предоставлению требований. На выделенное средство предполагается, что до конца 2024 года квартиры получат более 1100 детей-сирот. Общий объём финансирования на эти цели составит более 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Губернатор области отметил, что эта ситуация находится у него на контроле. На данную меру поддержки могут рассчитывать выпускники детских домов, которым исполнилось 23 года. В случае непредоставления жилья они могут обращаться в суд. Граждане вынуждены обратиться в суд с целью того, чтобы суд вынес решение суда об обязании органов власти предоставить квартиру. Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее уже сообщал, что, возможно, будет разработана и принята новая программа для обеспечения всех льготников жильём. Она будет рассчитана на 3-4 года. Некоторые дети-сироты уже к моменту получения квартиры могли обзавестись своей семьёй и детьми. И им уже не нужна однокомнатная квартира. С такими случаями планируется работа в долевом строительстве через счета Эскроу. Также власти будут более жёстко следить за тем жильём, которое было у детей-сирот до потери родителей. Будет налажен жёсткий контроль, чтобы квартиры дожидались совершеннолетия молодых людей и доставались им в хорошем состоянии.